Иглоукалывание, массаж, куаша, простановка банок. Здоровье начинается с традиционной китайской медицины. Тайны китайских докторов. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Тайны китайских докторов» мы рассказываем о сохранении и укреплении здоровья методами традиционной китайской медицины. Я китайская телеведущая, мое русское имя Зоя. Здравствуйте, меня зовут Лана. Здравствуйте, меня зовут Денис. Денис, Лана, у меня есть и вопрос к вам. А скажите, пожалуйста, как часто чувствуете боли и усталости в сердце? У меня иногда бывает ощущение, как будто резко кольнуло в сердце. Но очень быстро проходит, и других проблем я не замечала. Мне кажется, пока молодые, наш не должен затрагивать этот вопрос. А на самом деле есть много выражений о сердце. Например, как тяжело на сердце, сердце болит, разбитое сердце. Это всё потому, что сердце является очень слабимым органом. А знаете ли вы, к чему же может привести кардиабадия? Нет, не знаю. Ну, я тоже не знаю. Это очень профессиональный вопрос. Давайте послушаем доктора, чтобы она подробно сказала нам об этом. Я китайский доктор отделения по болезням сердца. Давайте разберёмся, что же это за болезнь – сердечная недостаточность. Сердечная недостаточность – это нарушение функций сердца, когда оно не способно обеспечивать полноценный кровоток в органы и ткани. Клетки тела получают недостаточное количество питательных веществ, испытывают кислородное голодание. Хроническая сердечная недостаточность является итогом практически всех заболеваний сердца. На начальных стадиях симптомы сердечной недостаточности возникают только во время физических нагрузок. Появляется одышка, то есть дыхание становится слишком частым и глубоким. Если повышается давление в сосудах лёгких, то больного беспокоит кашель иногда с примесями крови. После физических нагрузок, обильной еды или в положении лёжа возникает усиленное сердцебиение. Больной предъявляет жалобы на повышенную утомляемость и слабость. Со временем эти симптомы усиливаются и начинают беспокоить не только во время физической нагрузки, но и в покое. У некоторых пациентов имеются такие симптомы, как отёк, маленький объём мочи, отёк нижних конечностей, чувство стеснения в груди или кашель. На поздней стадии сердечно-недостаточности на шее может напрягаться синяя жила, а также возможно появление вздутия живота и затруднённое дыхание. Это последний этап процесса развития многих сердечно-сосудистых заболеваний. Кардиопатия, мне кажется, это такое страшное заболевание, ведь сердце – это такой важный орган для нас. И на самом деле сейчас очень многие люди страдают сердечными пороками, да? Давайте узнаем у доктора об этом. По данным исследований в развитых европейских странах, сердечной недостаточностью страдают около 28 миллионов человек. В России число пациентов с диагностированным заболеванием составляет 5 миллионов человек, но реальные показатели значительно выше. Эта цифра колеблется в районе 9 миллионов. В определённый момент своей жизни сердечной недостаточностью сталкивается каждый пятый человек. В России треть всех больных, а именно 2,5 миллиона человек, имеют последнюю стадию заболевания, часто сопровождающуюся обострением. Смертность от сердечной недостаточности почти в 10 раз превышает смертность от инфаркта миокарда. Действительно, нам следует обращать внимание на проблемы со сердцем, да? Но если вот как у меня иногда возникает такая резкая боль, то у меня может развиться сердечная недостаточность? И какие причины могут это вызвать? Ой, это очень профессиональный вопрос. Давайте вместе послушаем доктора. Только что телеведущие говорили о болях в сердце. Может ли это вести к сердечной недостаточности? Здесь нужно смотреть на историю болезни, а также иметь в виду возраст. Что же это за болезнь такая сердечная недостаточность и какие факторы могут к ней привести? Давайте разберёмся. Обычно сердечную недостаточность могут вызывать несколько факторов. Во-первых, это внутренние повреждения и усталость. При наличии истории сердечных болезней или гипертонии, усталость и чрезмерное уныние тоже может привести к сердечной недостаточности. Во-вторых, физическая работа. Она может навредить циселезёнке, которая имеет кровотворные функции. Это может вызвать сердечную недостаточность. Эта болезнь, как правило, проявляется зимой. Почему так происходит? Потому что зимой холодно и вероятность возникновения инфекций дыхательных путей значительно повышается. В этом случае у пациентов проявляется кашель и боль в горле. Это может привести к сердечным заболеваниям и сердечной недостаточности. Кроме того, есть ещё один очень важный фактор. Это переизбыток или недостаток одной из семи эмоций. Радость, гнев, печаль, страх, любовь, ненависть или половое влечение. Вам может показаться это странным, но все наши эмоции находят отражение в нашем организме. Поэтому гармония внутри – это самый верный путь к здоровому долголетию. Я не ожидала, что эмоции так тоже могут привести к сердечным заболеваниям. Я так не ожидала. И перенапрягаться тоже нельзя. А какие синдромы появляются при сердечной недостаточности? Это очень хороший вопрос, Денис. Давайте послушаем доктора. На ранней стадии проявляется кровяной застой от недостаточности ЦИ. В этом случае у пациентов появляется чувство стеснения в груди. Возможно, чувствуется усталость. Какие же функции имеет энергия ЦИ? Энергия ЦИ помогает снабжать кровью весь организм. При возникновении сердечной недостаточности или недостаточности лёгких это может вызвать несвободное прохождение крови или её застой. Какие симптомы проявляются при недостаточности ЦИ? Это ощущение удушья в груди, чувствуется слабость и потливость, боль в груди, а также цвет языка становится фиолетовым. У нас недавно был пациент, болеющий миокардитом, с такими симптомами. И мы достаточно быстро вылечили его методами традиционной китайской медицины. Денис Лана, я хотела спросить у вас, обычно у вас возникает ощущение удушья в груди? Нет, у меня такого не бывает. Ну, обычно в квартире, мне кажется, по вечерам душно. Я проветриваю перед сном. Давайте дальше посмотрим, что за второй симптом. Только что ведущий говорил о том, что вечером он почувствовал удушье в груди. Имеется ли у него сердечная недостаточность или же ему просто стало жарко? Во-первых, давайте посмотрим, есть ли у него история сердечных заболеваний. При наличии гипертонии нужно иметь это в виду. Мы уже рассказали о симптомах кровяного застоя от недостаточности ЦИ. К чему все это может привести? На средней стадии обычно проявляется затрудненное дыхание, удушье в груди. Ночью может возникнуть отек ног. Кроме того, выделяется очень малый объем мочи. Все это вызывается сердечной, а также почечной недостаточностью. В этом случае возникает заметный отек, а за этим может последовать отек всего тела. И вообще пациент очень часто ощущает упадок сил и слабость. То есть человек всегда чувствует усталость, слабость? Да, иногда еще краснеет лицо. И румянец на лице – это не всегда признак здоровья. Давайте дальше еще какие симптомы есть? При сердечной недостаточности мы, врачи китайской медицины, в первую очередь смотрим на баланс и состояние энергии ЦИ и ЯН человека. При недостаточности ЯН обычно возникает застой крови. Лишняя жидкость собирается в организме, что вызывает отек нижних конечностей. Дальше может возникнуть астматическая дышка. В общем, чем дальше, тем хуже. Затем пациенты не могут горизонтально лежать, они чувствуют затрудненное дыхание и удушье в груди. Это сразу было понятно. Водянка – это как отек. Но если возникает отек, это ведь уже очень серьезно. Значит ли это, что болезнь уже на последней стадии? Давайте вас рушим от доктора, чтобы она подробно рассказала нам об этом. Какие симптомы проявляются на самой поздней стадии сердечной недостаточности? У пациентов проявляется обильное потоотделение, а также появляется бледный цвет лица. Все это из-за утраты жизненной силы сердца. ЦИ не может способствовать прохождению крови. В этом случае обычно проявляется слабый пульс, а также утомление и потоотделение. Кроме того, вены и жилы на шее становятся более заметными. Это очень серьезная стадия, и нужно иметь это в виду. Уже столько симптомов перечислили, я даже немного переживаю. Если появилась такая болезнь, что же можно сделать? Давайте послушаем у доктора, она что скажет нам. Какими методами осуществляется сохранение здоровья при возникновении сердечной недостаточности? Во-первых, нужно обратить внимание на питание. Употреблять продукты с низким содержанием соли. Во-вторых, не рекомендуется употребление жирных продуктов. Получается, что неправильное питание является одной из главных причин, вызывающих сердечные заболевания. Потребление большого количества жирных продуктов может привести к сужению кровеносных сосудов. Однако мы должны обратить внимание на питание во время диеты. Яичный белок, рыба, тофу, куколка шелкопряда, фрукты и овощи – вот продукты, которые нужно употреблять. Также рекомендуется занятие подходящим спортом. Многие думают, что при возникновении сердечной недостаточности совсем нельзя двигаться. Наоборот, при сердечных заболеваниях рекомендуется занятие подходящим именно вам видом спорта. Обычно нужно не только уделять внимание питанию, но и уделять большое внимание спорту. Да, но пациентам с сердечной недостаточностью им ведь ещё нужно контролировать объём нагрузок. То есть желательно сначала проконсультироваться с врачом и узнать, какие виды спорта ему рекомендуются. Понятно. Хорошо, давайте дальше посмотрим у группов на ВКонтакте. Какие вопросы есть у пациентов, желающих приехать к нам на ретение? Давайте посмотрим первый вопрос. Итак, первый вопрос нам задаёт Максим. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какова продолжительность жизни пациентов с сердечной недостаточностью? Дальше посмотрим, что доктор ответит нам. Итак, доктор нам отвечает. Добрый день. При возникновении серьёзной сердечной недостаточности, если не применять правильные методы лечения, обычно смерть наступает через несколько недель. Так что рекомендуется проводить своевременное лечение и улучшать сердечную функцию, чтобы продолжить жизнь. Понятно. Хорошо, давайте дальше посмотрим, что за второй вопрос. Второй вопрос. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, излечима ли сердечная недостаточность? А что доктор нам ответит? Добрый день. Сердечная недостаточность является последним этапом развития сердечных заболеваний. Можно улучшить состояние здоровья путём своевременного лечения, рационального питания и умеренных физических нагрузок. Доктор очень подробно рассказала нам. На этом наша передача завершается. А если у вас возникнут вопросы, вы можете посетить наш сайт и оставьте все вопросы дам. Мы будем очень рады ответить всем. Спасибо. До свидания. До свидания. До новых встреч. Тайны китайских докторов ВОСТОЧНОСТАВЛЕНИЕ Продолжение следует...